Сегодня 5 апреля, мы находимся в городе Ростов, возле Южного окружного военного суда, где на сегодня назначено 4 судебных заседания по делу Хизбут-Тахрир. Первое судебное заседание будет проходить над пятеркой Симферопольской 25-ки, а именно над Арифметовым, Аметовым, Муединовым, Сулейманом и Шейхаливом, где планируется допрос фигурантов этого дела только из другой пятерки. Сторон защиты представляют адвокаты Лили Гемиджи и Алексей Лагин. Второе судебное заседание будет проходить также над пятеркой Симферопольской 25-ки, а именно над Газиевым, Гафаром, Каримом, Муртазом и Османовым, где планируется допрос фигурантов этого дела. Третье судебное заседание будет проходить в отношении ЮПО «Азамат», где планируется предоставление доказательств стороны защиты. Сторон защиты представляет адвокат Эмил Курбидинов. И четвертое судебное заседание будет проходить в отношении Раифа Февзиева, где планируется допрос скрытого сидителя, адвокат Эдем Семидляев. Какими были итоги сегодняшних судебных заседаний, подробны в нашем репортаже. Долго очень ехали. Я приехала с сыном. В прошлый раз, когда я его брала летом, его не пустили на судебное заседание, потому что судья заболел. И в общем, как бы он не увидел его, очень расстроился. А в этот раз прям так на удивление нас пустили. Муж очень обрадовался. Мы приехали сюда вместе с моей Анашкой, чтобы побывать на судебном заседании моего бабашки. Я очень благодарна Аллаху, что за столь длинное время мы встретились с моим бабашкой. Я очень этому рада. Рамадан Аиму Барекулсан. Сахулсан Джимат, который делает постоянно передачки, несмотря на такие долгие расстояния, тяжелую дорогу. И хотела бы поздравить всех мусульман мира. Рамадан Аиму Барекулсан. Пусть Аллах примет все ваши благие деяния, намерения, ваши посты и ваши намазы. Судебное заседание началось на 2,5 часа позже, чем планировалось. Назначено оно было на 14.00, началось в 16.30. Тем не менее, мы дождались его. Он был очень рад нас видеть. Передавал всем большой селям. Держится он хорошо, чувствует себя удовлетворительно, насколько это возможно в условиях содержания. Конечно, мы будем дальше ездить на суды и поддерживать его. На этом суде мы сюда приезжаем, чтобы его увидеть, честно говоря. Несправедливость этого суда мы видим. Но радость того, проделав такой длинный путь, радость отделивает то, что мы его видим. Его улыбка не слезает с лица, несмотря ни на что. Его просто обвиняют в том, что он ничего не совершал. Это сведения, которые он слышит, он воспринимает с легкостью. И это поддерживает нас. Мы верим, мы будем вместе с ним бороться, доказывать всем, что он невиновен. Иншаллах справедливость восторжествует. После долгой разлуки я наконец-то увидела свою бабушку. Его улыбка была настолько яркая, настолько теплая, что согрела мою душу. Он уверен в своей невиновности. Иншаллах мы будем до последнего доказывать. И в скором времени мы снова будем вместе. В рамках судебного заседания, где допрашивали Арифмиметова, Сулейманова по пятерке, в которой ходит Муртаза, Гафаров, Газеев, председательствующий судья, позволял себе, на мой взгляд, неадекватные выпады в сторону защиты, в сторону наших подзащитных и в сторону других ребят. Когда пытались заявить ходатайство о необходимости вызова скорой помощи или заявление о возражении на действия председательствующего, он в грубой форме обрывал их и пояснял, что все это будет рассмотрено после допросов. На мой взгляд, действия судей нарушает как федеральный закон о статусе судей, так и кодекс этики судей. В Южном окружном военном суде продолжились судебные заседания по уголовному делу Июпова Азамата Га. Это одно из тех уголовных дел, которые показывают все кишки, все внутренности федеральной службы безопасности, то, как она работает. Мы, сторона защиты, представили неопровержимые доказательства того, что Июпова никогда не было на этих встречах и даже нашли человека, чей голос там находится. И этот человек на видео говорит, это я, я там не Июпов, Июпова я не знаю, это я рассказываю вот это, вот это и даже перечисляет и поясняет. Сегодня у суда есть все доказательства того, чтобы освободить Азамата Га и оправдать его. Если суд пожелает разобраться, ему бы предоставили все материалы для этого. Если, конечно, суд пойдет на поводу и макнется вот в этот беспредел, который завело ФСБ, ну, конечно, по каким-то нормальным техническим основаниям и причинам они не возьмут во внимание те доказательства, которые сегодня защита представила в суд и показала всю сущность этого дела в отношении Июпова Азамата Га. Сегодняшнее судебное заседание по Февзию Раифу началось с опозданием. Было назначено на 14.00, началось в 16.30. Связано это было с тем, что один прокурор на несколько процессов и он участвовал в соседнем заседании. Со слов прокурора это связано с тем, что не хватает прокуроров, слишком очень много процессов и что аж не хватает прокуроров на эти все процессы. Поэтому можно делать вывод, каким образом проходят судебные заседания, в каком темпе и с каким качеством. Также на сегодняшнее заседание было запланировано допрос скрытого свидетеля, однако оперативные сотрудники ФСБ, это опять же со слов прокурора, не смогли обеспечить его явку для допроса. Поэтому сегодня прокурор в таком ускоренном темпе огласил три тома материалов уголовного дела. И хотел бы обратить внимание на оглашенные материалы. Это именно протокол обыска, который проходил в августе месяце 2021 года. Из протокола обыска видно, что якобы у него изъято были какие-то три книги, однако впоследствии сегодня огласился рапорт о том, что во время обыска неустановленные лица эти книги выкрали, то есть они пропали. Кто это неустановленные лица, каким образом они пропали, к сожалению, выделенное следствие не установило. И поэтому, конечно же, очень много вопросов по этому поводу, так как главная обязанность у следователя во время проведения следственных действий установить личности каждого лица, который участвует при следственном действии. И каким образом это все могло пропасть, ну, очень много и большие вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok